Всем привет. Сегодня мы поговорим о молодом и перспективном актере Александре Пале. Родился Александр 16 декабря 1988 года в Челябинске. Его предки были поволжскими немцами, репрессированными на Урал. Когда мальчик был совсем маленьким, умер отец, и маме пришлось поднимать сына одной. Женщине приходилось ой как несладко. Ведь Александр рос хулиганом и дебоширом. А как еще выжить в суровом Челябинске? Одно время он даже мечтал, что когда вырастет, станет вором в законе. В подростковом возрасте, они с друзьями попытались перетащить соседскую машину села одной улицы на другую. Благо отделались только серьезным разговором с участковым и извинениями перед хозяином авто. В школьные годы Паль начал посещать театральную студию, но в 17 лет бросил ее. Поскольку к тому моменту мама никак не справлялась с сыном, она отправила Александра к тете в Германию. Но через полгода парень вернулся. Правда стал серьезнее и начал много читать. Тогда-то Пали решил, что будет поступать на актерское. В него никто не верил, даже мама. Ведь кто он? Простой парень с периферии. А там Москва, столица, там все по блату, только дети актеров. Но Александр слепо верил в свою мечту. Он отправился в Москву, устроился охранником и подал документы во все возможные театральные вузы. Каково же было удивление его мамы, друзей, да и самого поля, когда его зачислили в ГИТИС, Александра заметил и взял к себе сам Леонид Хейфиц. Кстати, его однокурсником оказался Александр Петров, с которым они делили одну комнату в общежитии. Актеры дружат и до сих пор. Однажды они даже пересеклись на съемочной площадке сериала «Вы все меня бесите». Многие считают, что Александр Паль чем-то схож с Сергеем Бодровым. Возможно. А вы как думаете? Окончив ГИТИС, актер устроился в Московский театр юного зрителя, а через год перешел работать в театры Маяковского. В 2013 году Паль принимает участие в съемках сразу двух фильмов «Все и сразу» и «Горько». И если о первом проекте многие даже и не слышали, то «Горько» не посмотрел только ленивой. Это был успех. Немногим актерам удается так громко заявить о себе. В 2014 году, по мнению читателей журнала GQ, Александр Паль становится открытием года. Но Паль не стал зацикливаться на одном образе и дальше уже осознанно выбирал роли, противоположные его персонажу из «Горько». Так, в 2014 году он снялся в очередной части «Новогодние эпопеи Ёлки-1914». В 2015 году снялся в молодежной комедии-драме «Трипичный союз», за что стал лауреатом кинотавра в категории «Лучшая мужская роль». В 2016 году в мелодраматическом киноальмонахи «Петербург». Только по любви. В 2017 году на Первом канале вышел криминальный сериал с его участием на лед. В 2019 году Паль сыграл робота в комедийной драме «Толи робот». В фильмографии Александра есть и эротическая картина «Верность», вышедшая во все том же 2019. В 2020 он снялся у Михаила Сигала в комедии «Глубже». Из последних работ Паль хотелось бы выделить фильм «Дело Алексея Германа-младшего». Это социальная драма. Александр играет там следователя. Фильм рассказывает о том, как преподаватель института в провинциальном городе сражается за справедливость. Что касается личной жизни нашего героя, то Александр уже много лет встречается с внучкой Олега Янковского, дочерью Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Елизаветы Янковской. Про Оксану Фандеру и Филиппа Янковского вы можете прочитать, перейдя в 2021 году они вместе появились на красной дорожке кинотавра. Сегодня у этого перспективного, востребованного и успешного актера праздник. Не забудьте поздравить. А если вам интересно, кого мы собираемся поздравлять завтра, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять свои комментарии.